И всем привет, ребят! С вами мистер Иванька, и сегодня записываю новый ролик. Я более чем уверен, что для вас это было чем-то неожиданным, увидеть данный видеоролик с веб-камерой, но настало время пробовать что-то новое. Я думаю, что вам данный формат понравится. Сегодня у нас будет довольно-таки необычный видеоролик, который будет связан с одним супер-мега-имбовым вооружением. Надеюсь, что данный видеоролик вам понравится. Вы, конечно же, по этому поводу напишите в комментариях свое мнение, напишите вообще, нравится вам видос из веб-ка или нет, записывать, продолжать дальше. Но я решил попробовать, посмотрим, что из этого получится. Сегодня я для вас подготовил два довольно-таки интересных и, наверное, в какой-то степени имбовых видосика, да, фрагментика, которых вы могли, наверное-таки, видеть в видосе, который был с нарезочкой, да, для новой какой-то аудитории. Я сейчас пробую что-то новое, заходит, оно не заходит. Пока экспериментируем, я считаю, что есть какой-то смысл, наверное, в том, чтобы пробовать что-то новое. Возможно, что-то будет заходить, что-то будет оставаться, но такую вот нарезочку я сделал. И сегодня мы посмотрим два интересных фрагмента видеоролика, пройдемся по одному супер имбовому вооружению. Возможно, по названию данного видеоролика вы уже поняли, о чем пойдет сегодня речь. Сегодня, конечно же, речь пойдет о Хорнета Магнуме. Как по мне, ну просто лютое, просто имбовое вооружение. Но сегодня я расскажу как плюсы данного вооружения, так и скажу в какой-то степени, ну чем оно не заходит. Да, есть реальные моменты, в каком-то роде не совсем корректные, наверное, по данному вооружению. И можно реально заметить слабые стороны его. Давайте уже приступим к делу. Я включаю первый видеоролик, который у нас происходил, такое довольно-таки неплохое сражение на карте Red Alert. Формат данного боя был захват флага, Хорнета Арта, совсем, наверное-таки, нестандартное определенное вооружение для данной карты. Ну и посмотрим, что делает данное вооружение на данной карте в данном формате. Кстати, я, к слову, на арте не играл, ну, месяц так 3-5, я не знаю, как точно и вообще сколько времени я в данном формате не находился. Ну, именно на данном вооружении я имею в виду. Но, когда я сел на эту арту, вы просто не представляете, насколько я офигел, насколько имбовое это вооружение. И в какой-то степени я даже понимал, что, блин, его надо нерфить. Его серьезно надо нерфить, когда за 2 секунды, после того, как вы зажимаете пробел, да, в максимальную возможность, то есть, ну, заряжаете эту соточку процентов, даете выстрел, и через 2 секунды вы уже можете накинуть еще один. То есть, за 2 секунды вы можете уничтожить любой танк. Просто любой, да. А если даже он будет с дряшкой, там, я не знаю, условно говоря, там, с куполом, там, с чем бы он бы не был бы, с овердрайвом Харька, при его прожатии, при любом раскладе, за 2 выстрела, вы можете уничтожить любой танк. Ну, если вы, конечно, там не промажете, или еще что-то не произойдет, но за 2 выстрела, просто 2, вы уничтожаете все. То есть, ну, это лютейшая штука. И единственный минус, который я могу сказать, это то, что на данном вооружении, как бы это странно не звучало, но надо уметь играть. Серьезно. И, когда вы постоянно заряжаете сотку, надо отлично понимать, в какую сторону дернется ваш танк, и с какого положения потом стоит раскидывать именно данный урон. То есть, на данном корпусе не все так просто, да, кажется, зажал пробел, соточку зарядил, и 100% попал. Нет, далеко не так все работает, и в каких-то моментах очень даже тяжело совладать с пушкой, и надо, да, может быть, каких-то пару минуток, вот, как, например, я вчера на стриме решил провести стрим по данному вооружению. Я первые 2 катки, ну, откровенно говоря, сливал, и у меня ничего там не получалось сделать, да, я думал, блин, сейчас как зайду, все будет просто бомбически, сейчас начну нагибать. Но далеко не так все было, там, грубо говоря, 2 катки я позанимал 4-е, может, 5-е место, у меня ничего не получалось. Но потом, когда я понял, какие моменты я делаю не так, чуть-чуть приспособился к пушке, да, немножко привык, и тогда все дело пошло. И насколько круто оно идет, без бустера, без никаких там дополнительных возможностей, единственный момент, да, я играю на штурмовике, мне очень нравится данный дрон. После того, как нерфанули бустер, очень хорошо заходит, и реально, если раньше ребята постоянно говорили, ну, ты нагибаешь только из-за бустера, да, то, по сути, далеко не в бустере дело, дело в любом дроне, да, без разницы, какой бы он у вас ни был, дело все равно будет в этом харьке. В этом харьке, и это уже, если я не ошибаюсь, третий или четвертый видеоролик про то, как я рассказываю, что есть имбовые пушки. По сути, я уже начинаю понимать, то, что каждая вторая пушка с харьком может быть имбой. Что рикошет, что гром, что магнум, возможно, еще что-то есть, рельса тоже, да? То есть, можно играть с таким же успехом, потому что дрон, вернее, не дрон, а овердрайв отключает броню противника. И что вам остается сделать, это только четко играть, попадать, и за счет этого уже нагибать своего противника. И, что касаемо грома, там вообще вопросов нет, это, ну, довольно-таки простое вооружение, и с ним нагибать, ну, не составляет никакого труда, по сути, да? Что касаемо арты, здесь, если ты играешь четко, это лютая имба, и в какой-то мере, было бы даже неплохо ее просто занерфить, да? И сказать, что, Блэд, арта, стойте, нервьте просто, потому что с башней и с поворотом на, ну, вот, на таком устройстве данная пушка стала реально, ну, божественной. Просто божественной, и я впервые за 3, может, 5 месяцев, как я и сказал, был удивлен данной арте, да? Мне многие ребята писали, что возьми арту, поиграй на ней, я говорил, да че, какая арта, нафиг мне ваша арта? Она не говно, она не имба, она вообще мне не нужна. И тут, после того, как я сыграл, наверное, в матчмейкинге, так, за стримасик боев 20, понял, блин, че-то меня бесит арта, че-то меня люто бесит арта, я думаю, блин, давай-ка я зайду попробую. Я до стрима включил запись, думаю, ну, может, че-нибудь интересное запишу. Включил запись, без голоса, просто поиграть, одел арту. Зашел вот в данный бой и офигел. Я просто офигел, насколько люто можно отыгрывать на данном вооружении и насколько круто оно может работать. Мы летели в данном бою 2-0. Если вы следили за данным боем, то сейчас счет уже 3-2 в нашу пользу. Из них, если не ошибаюсь, два флага поставил я. И целиком и полностью я их поставил благодаря данной пушке, благодаря данному овердрайву. Насколько люто получалось здесь накидывать, это просто жесть. И пушка, которая все больше и больше меня заставляет задуматься о том, что, ну, не должно быть так. Ну, не должно быть так, что ты взял арту и ты можешь уничтожить все. Да, то есть, если, грубо говоря, тебя не будет никто фокусить и ты сядешь на респе противника, ну, это все. Ну, это все. Ты будешь просто контролить, там у тебя будет 20 килов, 30 килов, 40 килов. И зачастую в матчмейкинге попадаются, ну, я их называю, ботами. Они не смотрят ни на кого. И ты сидишь в тылу и думаешь, как я раскидываю. И проблем вообще никаких нет тут с этим вооружением. И я думаю, что, скорее всего, совсем скоро данное вооружение начнет нерфить. Но я не призываю вас садиться все на арты и жестко задротить на ней, да, там, думать, что она прям лютейшая имба. Да, вот сейчас, например, в бою, вы видите, как я набил 610 опыта. Как по мне, это реально большое количество. И давайте посмотрим еще один интересный бой. Потому что, по сути, этот самый Молотов меня поразил еще больше. И, по сути, я не призываю вас к Магнуму, да. Не хотел бы сказать, что это прям вот такое вооружение, на котором стоит постоянно играть. Но это реально имба, да. И если меня смотрят те ребята, которые любят данное вооружение, которые любят арту. И которые на ней играют. Я вам могу с уверенностью сказать, что если вы умеете играть на данной пушке, вы можете выносить любую матчмейкинговую катку. Просто любую. И без разницы, на чем будет противник. С каким дроном, с каким вооружением. Без разницы, с чем он будет. Если у вас есть Хорната Магнум, вы целиком и полностью знаете, что вы можете уничтожать всех. И вся, и вообще без осёбых эта проблема у вас будет получаться. Сейчас меня закинуло на Молотов, как по мне, из тех новых карт, которые сейчас у нас появились. У нас сейчас появился Архипелаг, у нас появился Молотов. И у нас появился третья карта Молотов. Молотов Архипелаг. И что, 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 что-то, что-то было, что-то было, что было у нас. Что-то я как-то подзабыл третью карту. А, Перекрёсток. Тот самый Перекрёсток, на который меня ни разу не кинуло. Поэтому я вообще и как бы забыл про данную карту. Не знаю, когда и кого на неё бросает. Но меня туда просто не бросает. Если вот, например, за вчерашний стрим у меня закинуло на Архипелаг, закинуло на Молотов, если не ошибаюсь, даже пару раз. То на Перекрёсток меня вот за всё то время, когда у нас именно появились данные карты, меня не закинуло на данную карту ещё ни разу. Что касаемо Молотова, скажу, божественная карта. Просто божественная. И я даже в какой-то степени респектую за неё. Мне очень сильно нравится эта карта. Вне зависимости от формата. И даже если бы это был бы даже не матчмейкинг, я бы всё равно сказал, что она крутая. Но! В матчмейкинге её сделали как бы чуть-чуть больше. И для всех тех ребят, которые не особо много играют. Не то, что играют, а играли раньше на данной карте. Им покажется, что карта реально стала больше. И зачем делать в матчмейкинге 8 на 8. Делать больше размера такой карты. Я вам скажу, что как игрок, который раньше очень часто играл на данной карте. Это было и до ребаланса, и потом после ребаланса. Мы постоянно там грабили какие-то катки на данной карте. Я могу сказать, что здесь только вот эти вот бока, можно так сказать, расширены. Да, и по сути всё. Карта осталась прежней. И для матчмейкинга она просто бомбически подходит. Мне безумно она нравится. И на данном вооружении, которое вы сейчас видите, здесь можно творить такие вещи. Да, даже на любой, мне кажется, пушке с хариком, на данной карте можно творить просто безумные вещи. И сейчас просто смотрите тайминги, когда я вот просто думаю, блин, сейчас прожму овердрайв, у меня нет аптечки, меня сольют, думаю, нет, не буду, не буду прожимать овердрайв, не буду рисковать, зачем рисковать, не буду рисковать. И вот так вот, на протяжении двух минут где-то, я сидел на этой точке и просто респил противника. Без прожатого овердрайва, да, мне по сути он и не нужен был, потому что я зажимал соточку, через две секунды, если что, у меня на всякий случай появлялся ещё один выстрел, если бы быстро меня пытался бы кто-то нагнуть. Но у меня получалось здесь просто респить, вот, наконец-таки, тот пришёл момент, когда респанулся мамонт и сейчас он меня здесь сольёт, но продержаться столько на таком вооружении, в той зоне, где по сути идут целенаправленные респы, это просто супер, это просто бомбически. И за это мне не нравится данная карта, то, что здесь есть определённые зоны, где вы можете спрятаться, и это будет респ-зона, то есть противник будет респоваться, возможно, ехать вперёд, возможно, ещё куда-то, но он не будет обращать на ваше внимание, и за счёт этого вы будете постоянно наносить урон, да, то есть, вот, например, даже здесь у меня получается наносить урон, и пушка просто раздаёт божественные хиты. И я понимаю, что это имба лютейшая, ну, серьёзно, я уже много повторяюсь с данной фразой, но оно так и есть, оно так и есть, и когда даже, ну, не такие опытные, да, видны, игроки играют, но когда по ним начинает прилетать такой здоровенный урон, вы просто представьте, что у них в голове, да, они думают, как читы какие-то, как столько урона влетает, например, там, титан пораживает, купол, я прожимаю овердрайв, он с фулл хп за один выстрел уходит на респ, я представляю его эмоции и представляю, что он думает в этот момент, он думает, как это возможно, это надо нерфить, и я с ним соглашусь, что это надо нерфить, потому что это ненормально, когда такое вооружение, вот сейчас респанулось два игрока, и ты с овердрайва можешь нагибать всех, да, надо уметь играть, но, ну, я бы не сказал, что это чересчур сложная пушка, и то, что для этого нужно прям ультрадолго сидеть и стараться на ней грамотно играть, да, возможно, не такая простая, но безумно имбовая, безумно интересная, и я бы на вашем месте, если даже вы не любите арту, попробовал бы просто на ней покатать, да, я не заставляю, чтобы вы там покупали, покупали ее, если у вас ее нету, но, если у вас есть желание поиграть на данной пушке, сейчас она реально жестко имбует, это та самая имба, которую я упустил из вида, о которой я в какой-то степени забыл, мне постоянно напоминали то, что банк у тебя есть арта, возьми, попробуй, поиграй, но я такой человек, что пока я сам не пойму, что мне надо ее попробовать, я ее не возьму, я не буду этого делать, потому что у нас в игре сейчас довольно-таки неплохой баланс, и каждая вторая пушка может стать имбой, и вы можете с ней нагибать, но магнум это что-то особенное, и если у вас он имеется, то обязательно попробуйте. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня получился, я не знаю, зашел он вам, не зашел, понравился, не понравился, если понравился, то обязательно не забывайте ставить там пальцы вверх, там подписочку какую-то, нагибаторскую оформлять, если вы еще не подписаны. Также, ребят, не забывайте то, что стримы у нас проходят 22 по МСК, всех жду, стримлю каждый день, сейчас у нас довольно-таки неплохой график образовался, один видеоролик выходит где-то за час-полтора, может за два до стрима, и плюс стримчик 22 по МСК, поэтому обязательно приходите, буду вас всех ждать. Ну а с вами был мистер Ванька, всем спасибо, ребят, за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok